7 минут о жизни города. С вами Тимур Лаев. Здравствуйте! Несколько тысяч человек в дни 12-летия со дня террористического акта посетили двор 1-й Бесланской школы. 3 сентября там проходили основные траурные мероприятия. В 13.05 раздался звонок и школьники выпустили в небо белые шары. В числе присутствующих были члены правительства, администрации местного самоуправления, общественные и религиозные деятели. В 7 часов вечера у здания администрации местного самоуправления Владикавказа состоялась акция «Свеча памяти». Сотни горожан пришли почтить память невинно погибших жертв теракта 1-3 сентября. И сегодня вся Россия, Осетия, Беслан, конечно же, здесь мы, во Владикавказе, все от мала до велика находимся в этом состоянии. И думаю, что нам с вами, дорогие друзья, надо сделать все для того, чтобы в истории такого чудовищного варварства никогда в жизни не было. На очередной планерке у главы администрации Владикавказа Бориса Албегова руководители структурных подразделений и заместители обсудили с мэром текущую жизнь города и наметили планы работы на первый осенний месяц. Объективный анализ совместно проделанной работы позволяет определить упущения и принять меры к их устранению. Об этом на вчерашнем оперативном совещании с аппаратом управления говорил глава города. Он подчеркнул, что несмотря на большой объем работ, на данный момент работы по улучшению санитарного состояния города все же оставляют желать лучшего. Отмечалось, что договоры на вывоз ТБО должны быть заключены со всеми без исключения жителями. В случае стопроцентного охвата населения в надлежащем виде будут содержаться и площадки ТБО. Пересмотреть фактические результаты надлежит и в вопросе собираемости налогов – земельного, имущественного, транспортного. На планерке говорилось и о подготовке Владикавказа к выборам и ко дню города и республики, которые в этом году будут отмечать 25 сентября. Молодежь против терроризма и экстремизма. Круглый столб под таким названием состоялся накануне в администрации местного самоуправления. Инициатором мероприятия выступил Комитет молодежной политики и спорта во главе с Маратом Басиевым. Сегодня терроризм в мире приобретает новые формы. Расширяется спектр способов распространения идеологии и осуществления террористической деятельности. Как подчеркнули собравшиеся, трудно переоценить значение мероприятий по противодействию этому опасному явлению. Комитет молодежной политики и физической культуры и спорта МС города Владикавказа проводит в стенах администрации города круглый столб, посвященный противодействию терроризму и экстремизму в молодежной среде. Мы пригласили на мероприятия представителей наших старших, это именно Совета ветеранов нашей республики, органов исполнительной власти республики, Министерство по делам национальности и Комитет по делам молодежи. Присутствуют здесь представители администрации города, различных ее структурных подразделений, представители общественных организаций, а также представители религиозных объединений. Это у нас духовное правление мусульман и Владикавказская и Алландская епархия. А также мы позвали сюда основные участки мероприятия, это студенты вузов города, это ГМИ, СОГУ и ГГУ. Значит, на круглом столе мы обсуждаем вопросы, касающиеся противодействия неприемлемости таких социальных негативных явлений, как терроризм, экстремизм. Мы пытаемся выразить к этому свое отношение. Это все у нас происходит буквально после 3 сентября, который сейчас традиционно уже отмечается у нас как День солидарности в борьбе с терроризмом. Естественно, наша республика, наверное, как никто другой в Российской Федерации, может даже в мировых масштабах, пострадали от этого зла социального. Естественно, основное острие этого зла направлено на нашу молодежь, потому что молодежь это такая традиционно наиболее протестная часть общества, которая может более подвержена восприятию таких острых радикальных взглядов, распространению в ее среде. Поэтому, естественно, мы данным мероприятием акцент делаем на профилактике противодействия терроризму и экстремизму молодежной среде. На улицах Владикавказа устанавливаются современные контейнеры для сбора бытовых отходов. Администрация города уже закупила порядка 200 новых контейнеров. Они предназначены для того, чтобы заменить старые мусорные баки, которые портят внешний вид улиц. Новые оцинкованные евроконтейнеры, можно сказать, украсили две центральные улицы города – проспект Коста и улицу Коцоева. Администрация Владикавказа закупила именно оцинкованные, потому что пластиковые контейнеры, которые установлены на улицах Владикавказа, часто становятся объектами действий вандалов. Да и не только. От случайно попавшего окурка очень часто происходит возгорание. Из-за этого практически еженедельно приходится их обновлять, а стоят последние порядка 20 тысяч рублей. Железные, которые мы меняем, они уже устарели и они быстро ржавеют. Эти же, которые оцинкованные, они не поддаются коррозии и более долговечные. А почему пластиковые меняем тоже? Пластиковые. У нас есть такие горожане, которые любят их поджигать. Они горят, плавятся. А так как они дорого стоят, мы решили на такие железные перейти. И они более практичные в обращении. Утром машина приезжает, вечером машина приезжает, евроконтейнеровозы. И они не шумят, как обычные машины, аккуратно снимают, мусор не рассыпается на дорогу. То есть более практичные в обиходе. И объемом они больше, ну, почти на полкуба больше, чем простые контейнеры. Пользуясь случаем, я хочу обратиться к населению нашего города. Уважаемые наши земляки, горожане, соседи, друзья, убедительная просьба к вам. Не бросайте ни бычки, ни окурки. Контейнеры загораются, портятся. И еще раз убедительная просьба к тем людям, которые любят кидать из машины, не останавливаясь на ходу. Пожалуйста, уважайте труд наших грузчиков и уборщиц, которые с утра до вечера стараются порядок навести. Если можно, остановите машину, не тяжело, и закиньте. Это же будет чище намного. Жителям близлежащих домов обновка по душе. Контейнеры более вместительные и удобные. Работают очень хорошо. Двозят 5-6 раз в день. Иногда же ничего нет, они подъезжают. Они вон тут подметают вокруг, нигде ничего не валяется. Очень красивые, хорошие. Даже дома такой ни у кого нет. На ежемесячном совещании по санитарному контролю в администрации Владикавказа также обсуждалась ситуация с установкой новых евроконтейнеров. В ближайшее время будет закуплено еще 400 бункеров и специализированные автомобили для их погрузки. Как отметил глава администрации города Борис Албегов, в дислокацию контейнеров будут добавлены еще места. А до 10 сентября планируется покрасить все контейнеры и опоры освещения. Также убрать строительные материалы с улиц с привлечением инспекторов административно-технической инспекции. Наши 7 минуты стекли. Смотрите на завтра в 7.07 вечера. Также наши выпуски вы можете посмотреть на официальном сайте администрации Владикавказа. Хороших вам новостей! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова